Вечер 4 августа, площадь Александра Поля. Следователь Криворожского отдела полиции в окружении нескольких десятков сотрудников СБУ и оперуполномоченных уголовного розыска изымает деньги, которые пытались вручить начальнику следствия Кривого Рога за решение вопроса по возврату конфискованных иномарок с поддельными документами. На протяжении 8 месяцев во время спецоперации полицейские изъяли 5 элитных машин-двойников на сумму около 5 миллионов гривен. Данные транспортные средства завозились на территорию Украины как с других государств, так с зоной АТО, делаясь так называемые автомобили-двойники, которые получали более или менее легальные документы в одном из МРЭО города Кривого Рога. В настоящее время у нас проводятся мероприятия по проверке причастности сотрудников МРЭО к данным действиям. В июле 2016 Александру Гоптореву предложили полмиллиона гривен за возврат конфискованных автомобилей и непривлечение к ответственности фигурантов по делу. Главный следователь Кривого Рога сразу же написал рапорт на имя начальника Криворожского отдела полиции Валерия Лютова. Сумма изначально предлагалась полмиллиона гривен. Сумма это 500 тысяч, полмиллиона гривен. Об этой сумме шла речь. За решение? За решение вопроса, да. Руководитель следственного подразделения написал, обратился ко мне с рапортом о том, что у него был такой факт, ему было предложено. После этого были собраны определенные материалы, написан рапорт и в тот же день материалы были направлены в прокуратуру. Одного из участников преступной группировки задержали прямо во время попытки дать взятку полицейскому. В спецоперации принимали участие сразу несколько подразделений. Прокуроры внесли сведения в единый реестр досудебных расследований по статье «Дача взятки служебному лицу». Вчера было задокомировано передачу частины от обещанной неправомирной выгоды. Данная особа была затримана в порядке ст. 208 КПК. На данный час проводятся певные следственные действия для подлежения досудового расследования. Сейчас правоохранители устанавливают остальных участников преступной группировки. Известно, что машины не только угоняли, но и оформляли незаконно. Речь идет о нескольких десятках авто из Европы, зоны АТО и других областей страны. Когда все злоумышленники будут задержаны, а их вина доказана, угонщикам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Олег Ермолинский, Вероника Лавриненко, Роберт Сиваков, Евгений Анистрат. Первый городской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова